Что грозит собственникам квартир, не установившим приборы учета? Какова допустимая продолжительность перерыва отопления в течение месяца? Что относится к нежилому помещению в МКД и куда могут направляться доходы от общедомового имущества? Правильные ответы на эти и другие вопросы значительно облегчают жизнь любому пользователю коммунальных услуг. Жители Одинцова смогли проверить и повысить свои знания в этой важной жизненной сфере. Мы в первый день весны проводим диктант ЖКХ в рамках партийного проекта, проекта партии «Единая Россия», где мы должны попробовать свои силы, все ли мы знаем по жилищно-коммунальному хозяйству. Всероссийская просветительская акция в Московской области проходит впервые. Она позволит участникам повысить правовую грамотность в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг. Основная цель этой акции для того, чтобы проверить знания жителей в сфере ЖКХ и улучшить эти знания, подсказать в чем-то нашим жителям активным. Вот сегодня у нас присутствуют серебряные волонтеры, им очень нравится, они сидят обсуждают. Участники организации «Дети войны», серебряные волонтеры, окружные депутаты. Проверить свои знания пришли около 30 активных сторонников «Единой России». Тест состоит из 30 вопросов, к каждому из которых предусмотрены три альтернативных ответа, но только один верный. На решение отведено 30 минут. Вопросы были в большом количестве, это раз. Второе. Вопросы были для жителей специальные. И человек задумался, а вообще-то правильно он расшифровывает все коды, все вопросы в квитанции, все данные. Поэтому очень интересный диктант. И вот такой проект партии «Единой России», как всегда, ближе к жителю. Шахзия Исмаиловна не упускает возможности узнать что-то новое, а также проверить свои знания. Женщина не раз участвовала в образовательных акциях, писала диктанты, посвященные экологии, Великой Отечественной войне и другим темам. Тестирование в сфере ЖКХ стало для нее приятной новостью. Очень было интересно для общего своего. Я, во-первых, проверила свои знания, что я знаю. И подумать пришлось. Где-то интуитивно, где я не знала. В общем, я люблю такие вещи. Мне очень приятно было участвовать в этом диктанте. По итогам успешно пройденного теста каждый участник получит электронный сертификат. До 14 апреля проверить свои знания по этой теме также можно в онлайн-формате на портале «Школа ЖКХ». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Денцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова